Здравствуйте! В эфире программа МЧС «Экстренный вызов» и я, представитель ведомства, Елена Левин. Вроде обычная ситуация – автомобиль застрял в грязи на бездорожье. Только шуму данный прецедент наделал много. Ночью 7 октября в службу 112 поступила информация о том, что на связь не выходит туристическая группа. Заявительница не знала точное количество человек, то ли 5, то ли 6, но знала точно, что среди туристов есть ребенок. Пропали они ориентировочно в районе Диких озерков, но точный маршрут тоже не удалось уточнить, потому что группа не регистрировалась в МЧС России. Рано утром на поиски людей на автомобилях повышенной проходимости отправилась дежурная смена Камчатского спасательного центра. Спасатели разделились, и часть из них на квадроциклах обследовала территорию Диких озерков. Не обнаружив там туристов, специалисты приняли решение прочесать урочище, аквариум. Именно там и были найдены наши потеряшки. Их автомобили Ниссан Тирана намертво застряли в грязи. С людьми был и полуторагодовалый ребенок. У всех встал вопрос об эвакуации. У нас на квадроциклах эвакуировать, соответственно, пострадавших нет возможности. Там на каждом квадроцикле по два посадочных места, соответственно, для водителя и для пассажира. В нашем случае это был на одном квадроцикле водитель и оператор БПЛА. На втором квадроцикле со мной ехал кинолог с ружьем на случай встречи с косолапым. Как раз их в той области очень много. Вот. Либо, значит, попытаться, предложили, может быть, эвакуировать как раз мать с ребенком. Ребенок, ну, еще маленький, там в районе полутора лет. Чуть-чуть до двух не дотягивает. Ну, соответственно, на квадроцикле эвакуировать ребенка нет вообще никакой возможности. Просто небезопасно даже по хорошей дороге, а по той дороге, которая идет на аквариум, это вообще сделать. Ну, мы посчитали, что это нецелесообразно, даже если попытаться там как-то удержать или, может быть, подвязать ремнями ребенка. Ну, в общем, решили на такой риск не идти. Спасатели приняли решение не просто стоять и ждать в помощь тяжелую технику, а попробовать выдернуть Ниссан Тирана с помощью лебедок, которые имеются на квадроциклах. И сотрудникам спасцентра с помощью самих потеряшек все-таки удалось это сделать. После того, как машины были спасены из плена, спасатели во избежание новых приключений сопроводили туристов до проезжей дороги. Что тут хочется сказать? Во-первых, напоминаем, что спасатели не эвакуируют застрявшую технику, а приходят на помощь, когда есть угроза жизни и здоровью людей. Поэтому, прежде чем отправиться в путешествие, стоит адекватно оценить возможности своего транспортного средства. На случай выезда на природу имейте с собой лопату, запас топлива и продуктов, теплые вещи или одеяла, а также заряженный мобильный, а лучше спутниковый телефон. Мы же не эвакуируем транспортные средства, для нас самая главная задача – это жизни. Но в связи с тем, что не было возможности эвакуировать пострадавших в кратчайшие сроки, решили не затягивать с ожиданием тяжелой техники и приняли решение помочь пострадавшим вытащить их транспортные средства, чтобы они самостоятельно в нашем сопровождении смогли добраться домой. А во-вторых, мы напоминаем о необходимости регистрировать свои маршруты в МЧС России, особенно если в тургруппе находятся дети. Потому что в случае, если вам потребуется помощь, спасатели не будут тратить время на то, чтобы собрать необходимую информацию. И это важно. В спасательных операциях счет порой идет на секунды. Что дает регистрация туристических групп для спасателей? Первое. Во-первых, мы знаем, где искать, кого искать. Потому что бывает так, что люди отправляются в путешествие, говорят родственникам, что мы поехали туда, а всю информацию не выдают. И когда начинаются какие-то проблемы, родственники обращаются к нам, говорят, ну вот нужно найти там одного человека, потерялся один человек. А в итоге получается, что потерялся не один, а целая группа людей. Поэтому регистрация туристических групп дает очень много нужной информации для спасателей. То есть где, сколько, когда, на чем, в каком районе, на сколько дней и так далее, и так далее, и так далее. То есть это значительно облегчает работу спасательных подразделений проведения эффективных поисковых мероприятий. В данный момент зарегистрировать группу можно одним из трех способов. Либо с заполнением формы на сайте МЧС России или сайте Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Либо заказным письмом, а также личным визитом в Главное управление. При личном обращении необходимо будет заполнить согласие на обработку персональных данных участников мероприятия. Несколько дней потребовалось камчатским огнеборцам, чтобы загасить пожар на популярном туристическом маршруте «Камчатский камень». Информация о происшествии поступила на пульт диспетчера днем 6 октября. В Тушене были задействованы боевые расчеты сразу нескольких подразделений. Первый, второй и третий пожарно-спасательных частей МЧС России, а также сотрудники поисково-спасательного отряда Центра обеспечения действий по ГОИЧС. Всего более 30 человек. Работы осложнялись труднодоступной местностью. Из-за отсутствия дороги автоцистерны не могли подъехать близко к очагу возгорания. Поэтому бороться с пожаром приходилось с помощью ранцевых лесных огнетушителей. Релошек 5 заправлять. Кроме того, в Тушене возгорания был задействован вертолет Ми-8 Камчатского авиационного предприятия, оборудованный водосливным устройством. Да, смотрите, сейчас третий раз, когда прольете, мы после этого сразу встанем на три точки. Вы оцените сверху, куда вам удобнее будет, и скажете. Верхняя точка это точка 1, средняя точка 2, нижняя точка 3. Скажете, куда будете ставить. Было произведено 11 сливов по полторы тонны воды каждый. Справиться с пожаром удалось лишь днем 8 октября. В течение всего вторника огнеборцы проводили разведку, чтобы убедиться, что возгорание полностью ликвидировано. Трава выгорела на площади чуть более 8 гектаров. При этом отмечу, что чуть ранее 5 октября неподалеку были зафиксированы еще несколько очагов. Их удалось потушить на следующий день на площади 6 гектаров. В причинах всех возгораний разбираются специалисты Государственного пожарного надзора. В настоящий момент сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Петропавловск-Камчатскому проводится проверка по факту пожара, произошедшего в районе туристического маршрута Камчатский камень. Рассматриваются две версии произошедшего пожара. Первая это неосторожное обращение с огнем. И вторая версия это искусственное инициативное горение. В настоящий момент в городе Петропавловске-Камчатском стоит сухая и относительно теплая погода. На сопках, а также в лесу скопилось огромное количество сухой травы и опавшей листвы. Поэтому, находясь в этих местах, мы настоятельно рекомендуем проявлять максимальную осторожность при обращении с огнем, так как это может привести к тяжким последствиям. Между тем, мы напоминаем, что пожароопасный период еще не закончился. Он продлится на полуострове до 1 ноября. В соответствии с пунктом 66 правил противопожарного режима, установленных в Российской Федерации, на землях общего пользования населенных пунктов, а именно города Петропавловск-Камчатского, а также на территориях частных домовладений города, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы и изделия. За данное правонарушение наступает административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях. На граждан у нас штраф от 5 до 15 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 40 тысяч до 60 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 тысяч рублей до 400 тысяч рублей. Если же в результате неосторожного действия с огнем произошел пожар и в результате произошедшего пожара уничтожены или повреждены лесные насаждения, то здесь уже ответственность наступает по части 1 статьи 261 Уголовного кодекса Российской Федерации. На Камчатке начинает поэтапно закрываться навигация для маломерных судов. Согласно постановлению Краевого правительства от 10 октября 2024 года, с 18 числа выход на воду запретят в Карагинском, Алюторском и Пенжинском районах. С 1 ноября 2024 года навигацию для маломерных судов закроют по остальной части Камчатки. Это Петропавловск, Камчатский, Вилючинский городские округа, Оливудский, Мильковский, Усть-Камчатский, Тегильский, Быстринский округа, городской округ, поселок Палана, Ельзовский, Соболевский, Усть-Большерецкий районы. При этом для контролирующих органов навигация закрывается чуть позднее, с 15 ноября на внутренних морских водах, с 19 ноября на внутренних водоемах. То есть у инспекторов ГИМС будет еще две недели для того, чтобы проконтролировать, насколько камчатцы соблюдают законодательство. Обращаю внимание на то, что выход на воду после закрытия навигации крайне опасен. Вот что рассказал в эфире радио «Камчатка» главный государственный инспектор по маломерным судам региона Владислав Деревяхин. Осень-весна – это время усиления энциклонической активности и обледенения судов при определенных условиях. Чем это грозит? То есть получается у нас масса судна смещается наверх, лед наверху появляется, и судно теряет остойчивость и может опрокинуться. Плюс непосредственно ледовая обстановка, лед может повредить корпус. Я не говорю уже о пластиковом. В этом году, а, ну плюс еще административная ответственность установлена, часть 1, статьи 11.8 Кодекса. Это от 5 до 10 тысяч рублей. Вот в этом году был случай, к примеру, 8 февраля зажало льдами два маломерных судна. Причем одно в 3 часа ночи, его, ну там, окололи буксиры, а другое 8.30. Заострю внимание, что в этот период маломерные суда спасателей законсервированные находятся на берегу. То есть мы среагировать уже не можем. И в этом случае морспослужба задействовала свои буксиры для околки этих судов. Кроме того, в случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители несут и административную ответственность. А это штраф. На сегодня это все. Ну а мы по традиции напоминаем вам единый номер вызова всех экстренных служб 112. Вызов возможен из любой точки Камчатского края, где есть охват операторов сотовой связи. Если же вы планируете выезд на доступные места, имейте при себе спутниковый телефон набора осуществляется через плюс 112. Помните, что ваша безопасность прежде всего это ваша ответственность. Берегите себя. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова